Друзья, привет! Очень, честно говоря, мне не хотелось снимать ролик про то, как центральные телеканалы мочат нашего народного кандидата Павла Николаевича Городинина. Но в эти выходные телеканал «Россия» все-таки пробил дно. И мое терпение лопнуло, и я все-таки решил записать ролик «Ответ», такой своеобразный для телеканала «Россия». Ну и всем остальным нашим зрителям показать, как же все-таки ведущие телеканалы, в данном случае телеканал «Россия», стряпают новости о нашем кандидате. Началось все с того, что на своей ленте в Ютьюбе я увидел ролик на официальном канале телеканала «Россия» под названием «Владимир Путин призвал кандидатов не давать невыполнимых обещаний». Ну и, соответственно, картинка там замечательная. Павел Николаевич в окружении наших партийных лидеров сидит за столом и что-то обсуждает. Ну, думаю, интересно, что же там Путин такое о Грудинине сказал, раз Грудинина еще и поставили в качестве иллюстрации к мероприятию. Посмотрите, что же сказал Путин. Избирательная кампания, говорит Путин, должна быть честной, открытой и прямой. Такой же, как и диалог с избирателем. Нельзя ни в коем случае давать таких обещаний при встречах с гражданами, которые мы не понимаем, как исполнять. Вот к этому относиться нужно очень-очень ответственно, внимательно, потому что люди ведь простят все, что угодно. Только обман не могут простить. И правильно делают. Ну что, уважаемые зрители, вы хоть что-нибудь слышали про Грудинина? Путин упомянул его фамилию или сказал что-то про КПРФ? Абсолютно нет. Это было абстрактное высказывание президента о том, что не надо давать невыполнимых обещаний. Я, кстати говоря, с этим делом согласен. Об этом мы поговорим еще чуть позже. О том, кто тут дает невыполнимые обещания. Таким образом, мы можем видеть, что телеканал «Россия» занимается примитивными манипуляциями. Они подставили фотографию и вырвали из контекста фразу Путина. Вот, пожалуйста, ролик готов. А впечатление такое, что как будто там Грудинина раздает какие-то невыполнимые обещания. Самое смешное, что примерно два года назад телеканал «Россия» уже яростно критиковал журналистов, которые занимались подобными вещами. Вспомните, два года назад был большой скандал, когда в одном из панамских офшорах всплыло большое количество документов. И газета РБК поместила фотографию президента Путина как иллюстрацию к этой статье. Вот, что тогда говорил Киселев на итоговой программе «Вести» от 10 апреля 2016 года. Но во всей этой конструкции с панамским досье понятно, что самая сладкая цель – Путин. В канун выборов в Россию США прямо слюнки текут. Правда, ничего конкретно про Путина в публикации панамского досье нет. Вообще ничего. Ни одного факта, ни даже имени не упоминается, ни одной строки и ни одного слова. Стерильно. Но зато есть у американцев по миру и, разумеется, в России ассистенты, которые готовы лично Путина с офшорами все же связать. Ну, хоть как-то. У меня в руках издание РБК. Про странную статью о панамском досье. Газета украшает крупные фотографии Путина, предлагая читателям ассоциативную связь. Вообще наваждение какое-то. Сам Путин тоже видит политическое измерение во всей этой истории из публикации панамского досье. Итак, что произошло после этого? Уволили главного редактора. За что? За примитивную манипуляцию. Бывали манипуляции? Да, я с Киселевым согласен. Была. В статье ни слова о Путине. В документах ни слова о Путине. А тем не менее фотография, вот, пожалуйста, в газете. Возникает вопрос. Если два года назад руководство телеканала ругало коллег за то, что они занимаются примитивными манипуляциями, то что же происходит сейчас? Чем то, что сделали два года назад журналисты РБК, отличается от того, что сейчас делает сам телеканал Россия? Когда используются фотографии Грудинина, по сути, для чего? Да для того, чтобы проиллюстрировать того, чего в ролике нет. Теперь давайте посмотрим вообще, как строит телеканал России свои сюжеты о Грудинине. Вот обычный выпуск передачи новостей, в котором рассказывается об агитационном мероприятии с участием Павла Николаевича. Это 3 февраля, всероссийская акция протеста. Павел Николаевич посетил митинг, который состоялся в Москве по этому случаю. Я, конечно, не могу так хорошо говорить, как Геннадий Андреевич, но я точно знаю, что люди, собравшиеся здесь, за справедливость, за то, чтобы не было обманутых дочеков, за то, чтобы экология была такой, чтобы наши дети пили нормальную воду и дышали нормальным воздухом, за то, чтобы люди, которые пришли сюда после 18 марта, не приходили больше на митинги за социальную справедливость. Все вроде хорошо, но тут же, сразу же, без всякого перерыва, идет совершенно другой репортаж. У тех, кто собрался в это же самое время в подмосковном Одинцове, свое видение справедливости – это пайщики сразу нескольких совхозов, в том числе и совхоза имени Ленина, который возглавляет Павел Грудинин. Они называют себя обманутыми, и их набрался целый зал. Он нас пригласил к себе в кабинет и предложил продать акции, которые были выданы. Там 240 акций было. Предложил за эти акции смешные деньги. Он просто перевел землю на заву совхоза имени Ленина. И вся земля теперь принадлежит заву совхоза имени Ленина, то есть ему, одному. Во-первых, сама подача материала уже ниже всякой критики. Сразу же после агитационного мероприятия кандидата, точнее его освещения, идет сюжет о том, что якобы кандидат кого-то там обманул и облапошил. Это во-первых. Во-вторых, посмотрите, сюжет внимательнее, да? Пайщики. Вот что по этому поводу говорит сам Грудинин. Совхоз имени Ленина в 1995 году преобразовался в акционерное общество из коллективного сельхозпредприятия. Коллективное сельхозпредприятие было создано в 1991 году. Но самое интересное, что это был особый порядок, потому что плодопитомнические хозяйства, тепличные комплексы, предприятия с большой миллиардивной сетью, у них был особый порядок. У нас никогда не было паёв. Земля принадлежала коллективу совхоза и находилась коллективно совместной собственностью. То есть, видите, да? Никаких пайщиков в совхозе этом априори быть не может. Более того, там всё сложно. И более того, все суды Грудинин выиграл вплоть до Верховного. Вопрос. Журналисты второго канала об этом не знают? Знают прекрасно. Тем не менее, манипуляция продолжается. Нагнетается обстановка вокруг кандидата и, соответственно, создаётся определённое превратное впечатление о нём. В этом же выпуске мы можем наблюдать ещё одну информационную провокацию против Грудинина. Вот смотрите. Показывают посещение Грудининам Центральной избирательной комиссии, а затем дают интервью члена избиркома Булавина. Так выяснилось, что закрыть вопрос заграничных счетов Грудинину пока не удаётся. Есть непонимание. У нас два счёта в Швейцарии, которые до конца, как я понимаю, не закрыты и по которым не проинформирована Федеральная налоговая служба, и два счёта в Австрии. Вот, пожалуйста, дело сделано. Информационный повод создан. Информационный фон негативный тоже создали. И уже не важно, что спустя некоторое время тот же самый Булавин на пресс-конференции в ТАСС сказал, что это недоразумение, и всё решится в рабочем порядке. Это уже никто на втором телеканале не покажет. Дело сделано. Ещё одна фирменная фишка наших журналистов на выходные – это якобы дом в Испании у Павла Николаевича Грудинина. Вот, посмотрите, как об этом говорит второй телеканал. Покупку семьёй Грудинина дома в испанском городке, про который тоже говорил Жириновский, который показали журналисты РЕН-ТВ вместе с выпиской из реестра недвижимости, вот и стоимость почти миллион долларов в КПРФ опровергли. Возможно, хозяин этой испанской виллы и правда просто однофамилец Грудинина. Всё это, конечно, интересно. Но вопрос – а почему журналисты второго телеканала не освещают другие информационные материалы? Например, про то, что власти французского города подтвердили факт покупки семьёй Путина домов во Франции. Почему про это никто не говорит? Почему это никто не освещает? Подводим краткий итог. Журналисты второго телеканала, телеканала «Россия» занимаются примитивной манипуляцией с целью очернить нашего народного кандидата. Манипуляции, хотя и примитивные, но создают крайне негативный информационный фон. Уважаемые товарищи, распространяйте этот ролик в сети. Пусть люди знают правду. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока. Сегодняшний экономический рост России порядка 4%. И двигаясь с нынешней скоростью, мы не добьёмся укрепления наших позиций. Нужно вернуться к тому, что было совсем недавно, несколько лет назад, до кризиса, и раскрутить маховик экономического развития темпов роста до 6-7% в год. А за следующие пять лет войти в пятёрку крупнейших экономик мира. Продолжение следует...